Персонаж. Птичка. Кто у нас сегодня будет изображать птичку? Так. Давайте послушаем, как она звучит, чтобы мы потом сказки услышали. Флейта. Птичка, правда, похожа? Отлично. Когда вы любите сказку, вы будете узнавать. Ага, это птичка. Партия птички. У нас существует еще такой персонаж Уточка, кто у нас сегодня Уточку изображает. Так. Ковой. Похоже на Уточку? Да, я тоже вижу, как, знаете, такая маленькая Уточка идет вдоль озера, да, вон брех в озеро. Так. У нас существует такой персонаж Кошка. Очень бы хотелось послушать, кто у нас сегодня Кошку показывает. Так. Слушаем внимательно. Клардет. Похоже? Да. Отлично. Так. А кто у нас самый грозный такой злой зверь в лесу? Кто у нас изображает сегодня волков? Волков? Да. Волтон. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Похоже? Да. Мурашки по спине, да, волки? Так, животных мы услышали, всех наших персонажей. Но у нас есть еще неодушевленные звуки. Это вот, например, выстрелы ружей. Охотники за волком и выстрелы ружей. Как вы думаете, ружья, что у нас может в оркестре изобразить? Барабаны или тавры. Ну, конечно, барабаны или тавры. Покажите нам, пожалуйста. Отлично. Похоже, да? Так. Еще у нас есть такой персонаж. Дедушка. Кто у нас сегодня дедушку представляет? Ум. А вот. Слушаем дедушку. Покажите нам, пожалуйста. Похоже, дедушка. Вот. Вот так вот у нас дедушка. Так, подождите, я кого-то забыл. А, главный персонаж Петя. А Петя у нас изображает огромное количество струнных инструментов. Будьте добры, пожалуйста. Вот такое у нас петя. Итак, мы с вами услышали отдельно всех наших персонажей, наши музыкальные сказки. Теперь мы должны пригласить на эту сцену волшебника, который создаст нам эту музыкальную сказку. Это наш прекрасный дирижер Константин Белешкин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ